Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Дарья Шулик. За молодыми докторами в Ростовский медуниверситет едут главврачи со всей области. На ярмарке вакансий выпускники и старшекурсники получают самые разные предложения. Городские больницы берут большей зарплатой, сельские заманивают жильем и подъемными. Старшекурсники медуниверситета знают свои востребованности, с выбором не спешат. Интересуют не только зарплата, но и условия труда, социальные гарантии и перспективы карьерного роста. Сама я из Новочеркасска, хочу быть акушером-гинекологом. Там мне предложили рабочее место в моей больнице по месту жительства, но пришла посмотреть, что может быть что-то поинтереснее, что-то приятнее, вкуснее, так скажем. В Сальском районе интересные предложения были, заработная плата неплохая, но далековато от дома, конечно. Чтобы убедить перспективных докторов прийти именно в их больницу, на ярмарку вакансий приезжают главврачи. Благодаря тому, что Минздрав очень плотно сотрудничает с медуниверситетом, вот благодаря этому опыту у меня за последние три года замечательные студенты, наши выпускники, интерны и вот теперь два человека-ординаторы. И я жду еще, я жду еще, приходите, я буду только рада. Красивые и счастливые вы с нами. Хорошо устроиться молодой медик может не только в крупном городе. В сельских больницах сейчас есть все для развития и успешной работы. Дают жилье, помогают единовременными выплатами по губернаторским программам, а по федеральной программе «Земский доктор» можно получить миллион. Необходимости тех или иных специалистов в удаленной территории, конечно же, кадровый вопрос всегда есть. Но на сегодняшний день, благодаря таким ярмаркам вакансий, которые уже 13-е у нас в этом году, за весь период, то есть даже такие территории, которые на сегодняшний день полностью закрыли свою потребность в кадровом потенциале, в том числе врачебном. Те, кто не стал поступать в ординатуру, могут работать в первичном звене – участковыми врачами, терапевтами, педиатрами, стоматологами общей практики. Очень много остается. Учет такой есть в государственных учреждениях. Даже те, кто учился по платным услугам, платно, они все равно стараются попасть на целевое направление. Это им помогает место работы найти. Чтобы старшекурсники реально представили, где могли бы трудиться, потенциальные работодатели возят их к себе на экскурсии. Анна Туполева, Фатима Зурабова, Александр Чалый, Дон-24, Ростов-на-Дону. Архивные фото, звезды, ленты, флаги и тюльпаны. Ростов готовится ко Дню Победы, украшая свои парки и улицы. За изготовлением новых композиций наша съемочная группа наблюдала в одной из мастерских. Здесь будет оборудована германской лентой и на ленте будет стоять звезда. Над новой композицией ко Дню Победы работники фирмы-изготовителя колдуют не первый день. Объемные тюльпаны встретят ростовчану входа в парк Горького. Чтобы туда добраться, проходят многоуровневый цикл производства. Голову мастерам пришлось поломать, ломая детали. На изготовление одного такого тюльпана уходит 3-4 недели. Каждую его половину формуют отдельно, потом склеивают, надев на металлический стержень. Чтобы добиться этой формы, сломали немало копий. Только с четвертого раза вышло то, что нужно. Самым сложным были разработка макета и изготовление формы. Тюльпан из полистирола вырастает за пару недель после заклейки, сушки, полировки, шлифовки и лакировки. И затем отправляется в печь – формовочный вакуумный станок. Только на одну половину уходит почти квадратный метр материала и столько же пленки. Если меняется температура, даже дверь открывается, разогрев этого полистирола сразу меняет. Поэтому тут можно очень четко установить время, чтобы не было сквозняки. И тоже изображение должно попасть ровно. Поэтому четвертого раза уже мы попали. Тут же 40 готовых звезд для аллеи славы, для всех городов воинской славы. Они выстроятся на площади советов у здания правительства. А разноцветные флаги украсят Парк Горького, Музтеатр, Тачанку, Покровский сквер и другие общественные места. «Резон-А» не первый раз украшает Ростов к большим праздникам. И этот факт стал одним из определяющих в выборе подрядчика. Всего таких фирм выбрано три. Тонская столица окрашивается в желто-красные цвета. Фон красных гвоздик определяющий. На проспекте Шолохова благодаря новой технологии этот фон впервые искрится. При производстве используются маленькие квадратные такие сегменты, которые на ветру развиваются и позволяют достичь такой эффекта воздушности, эффекта динамичности конструкции. Главные темы всего – оформление, изображение вечного огня, георгиевские ленты, архивные фотографии, белые голуби, как символ мира. И цифра 73. Именно столько мы живем без войны. Все работы завершатся до 27 апреля. Марина Черных, Николай Андреянов, Дон-24, Азовский район, Ростов-на-Дону. Предварительное голосование по кандидатам в депутаты ЗАГС собрания «Единая Россия» проведет 3 июня. Претендентам до 35 лет подготовить предвыборную программу поможет проект «Полит-стартап», направленный на кадровое обеспечение партии. Его новых участников зарегистрировал оргкомитет предварительного голосования. Участники «Полит-стартапа» пройдут специальное обучение, чтобы почувствовать себя увереннее в политической жизни. А с предвыборной кампанией им помогут наставники, опытные партийцы и федеральные эксперты. На заседании оргкомитета предварительного голосования его председатель Александр Ищенко напомнил, каждый кандидат, будь он с опытом или без, обязан участвовать в предвыборных дебатах. Они станут своеобразным тестом на профпригодность. Очень много молодежи. Это очень хороший знак, потому что интерес молодых жителей области к «Единой России», к предварительному голосованию подчеркивает то, что авторитет и влияние нашей партии имеет в самых разных возрастных и социальных категориях жителей области. В числе участников предварительного голосования и проекта «Полит-стартап» зарегистрировался и руководитель Южного IT-парка Андрей Батрименко. «Мы здесь пытаемся создать IT-стартапы. Мы хотим, чтобы программисты, которые выпускаются из ростовских хузов, они запускали бизнес, а не шли наемными сотрудниками, потому что это высокотехнологичные рабочие места. Я иду на праймерис, потому что есть идеи, как можно улучшить законодательную базу и на региональном уровне, и на федеральном уровне, для того, чтобы этих IT-бизнесов было больше». «Единая Россия» – единственная партия, которая отбирает своих кандидатов в депутаты законодательного собрания предвыборным голосованием. Елена Ребжанова, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Рецепты итальянские, а продукты донские. И получаются еще вкуснее, чем придумано на пенинах. А качество подтверждено добровольной сертификацией. Знак «Сделан на Дону» получила ростовская пиццерия. Секрет, сделанный на Дону итальянской пиццы, в соблюдении национальных рецептов и правильном подборе ингредиентов. Шеф-повар с международным опытом Павел Субботин точно знает, чем заменить иностранные продукты, чтобы не потерять вкуса настоящей пиццы. Примерно 70% продуктов у нас местные. Это мука, это масло, это сахар, соль. Это все практически местное. Много мягкие сыры, которые мы используем, они варятся в Ростове. То есть это местные маленькие сыроварники, которые доставляют нам сыры. Колбасы местные. В пиццерии «Компания» пиццу готовят в древяной печи, привезенной из Италии. Такие особенно популярны в работе премиальных пиццерий и решают задачи самого требовательного кулинара. Температура более 300 градусов, оптимально комфортная среда для приготовления тонкого теста. Кухня и производственные процессы пиццерии полностью соответствуют стандартам пищевой безопасности. «Компания» – первый региональный проект, подтвердивший соответствие международным требованиям «Фудсефити». Сегодня потребление качественного продукта, качественного питания – это тренд. То есть здоровое питание, локальная кухня. То есть мы ориентированы на то, чтобы наши предприятия были активны. Для чего? Не просто для того, чтобы их стало больше, организации, где есть знак «Сделано дано», для того, чтобы повышать качество оказываемых услуг. Для четырех десятков работников пиццерии это не просто подтверждение качества кухни, а очередной – взятый рубеж на пути к увеличению числа клиентов. Ведь для многих людей сертификат соответствия – один из важных факторов при выборе кафе или ресторана. Сергей Мирошниченко, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Тополь Победы посадили сегодня в Ростове недалеко от Вечного Огня. Пока это совсем небольшой черенок – часть легендарного векового дерева, пережившего Сталинградскую битву. Накануне Дня Победы в Ростове появился свой легендарный тополь Победы. Саженец столетнего дерева волонтеры МТС сегодня посадили в парке имени Фрунзы. Волгоградский тополь – единственное дерево, которое пережило Сталинградскую битву. Город был почти полностью разрушен, но израненное дерево выжило и даже зацвело весной, после освобождения Сталинграда. Сегодня дереву больше века. Чтобы сохранить генотип уникального тополя, сотрудники Волгоградского ботанического сада вырастили из черенков. Дерево-героя – саженцы. А компания МТС уже второй год высаживает эти ростки в разных регионах страны. Первый раз Ростов принимает у себя посадку Тополя Победы, знаменитого знака, символа, мужества. В прошлом году это было порядка 15 городов, в этом году это уже 16 городов по всей России. Такая большая масштабная акция. Место для тополя выбрали не случайно. Совсем рядом, на площади Карла Маркса, мемориал «Павшим воинам». Действительно, если посадить здесь этот тополь, саженец, он будет практически охранять и символизировать память о павших воинах. Поэтому это место очень знаковое. Здесь проходит постоянно возложение павшим воинам цветов и гирлянд. Деревце еще совсем маленькое, но растет очень быстро. Для того, чтобы его не повредили, вокруг тополя установили ограждение. Вместе с саженцем Ростов получил памятную табличку с QR-кодом, при скачивании которого на любой смартфон или планшет можно будет узнать все подробности истории тополя победителя. Казачьи игры «Шермицы» пройдут через две недели в Старочеркасске, а точнее в Анинской крепости. Организаторы обещают поразить гостей конными соревнованиями. Будут джигитовка, стрельба из лука и метание копья из седла. Участники посостязаются в различных народных видах борьбы – фехтовании и рубке шашкой. А для зрителей устроят различные мастер-классы и угощения казачьими блюдами. Очень интересные игры для деток, для самых маленьких, потому что даже самые несмелые начинают принимать в эти площадки, где они деревянные сабли рубят, где-то эстафеты устраивают. Наверное, вот это очень интересно. Заинтересовал фестиваль казачьи «Шермицы», значит, вам есть где провести выходные 12 и 13 мая. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 18.30. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином итальянской женской одежды «Изабель Гарсия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова